...психолог, душепопечитель, руководитель центра «Отчий дом», автор и ведущий семинаров и курсов по психологии. Так, всё вижу, Евмений, тебе слово. Приветствую тебя, Марс, приветствую всех смелых исследователей, слушателей. И представлюсь немножко, ну, кроме всех там регалий написанных, я вообще-то занимаюсь душепопечением, психотерапией. Я тут человек, который сшивает сердца после сложных отношений. И львиная доля, согласитесь, вопросов, к которым люди обращаются за помощью, это вопросы расставания, не сложилось, не срослось. И вот помните, на день психолога очень часто рассылают такую картинку, когда сидит дедушка и сшивает сердца. И написано внизу, с днём психолога, вот я тот самый дедушка, который сшивает сердца. После того, как у людей по той или иной причине отношения не сложились, то есть не пошло, не срослось, ушёл. Я ещё люблю, а он ушёл. Он меня бил, он вообще алкаш, нарцисс, а я всё равно люблю. Вот что мне делать, доктор, скажите, пожалуйста. Ну и, конечно, здесь, смотрите, наша природа трёхсоставная. Вот у Марса четыре био-психо-социо-духовные составляющие. Вот он с этой точки зрения писал, я возьму только три. Это способность любить и быть любимым, сексуальное желание и способность социально выстроить отношения. То есть в сексуальных отношениях всё решает послевкусие. Каково тебе после того, как вы вместе пережили сексуальный опыт? А что дальше? Вот мы вот только познакомились, скачали, оказались в этом прекрасном номере, а дальше-то что? И вот на входе люди идут в сексуальную близость с какими-то ожиданиями. И очень часто уровень страсти настолько зашкаливает, что мы не озвучиваем эти ожидания, потому что не до того, хочется сиюминутного, прекрасного, замечательного, оргазмического переживания. Но впоследствии мы смотрим, насколько мы можем быть вместе в социальном измерении. Как быть, если моё желание по отношению к тебе угасает? Ко мне обращалась одна супружеская пара, которая прекрасные друзья. Но они говорят, нас больше сексуальность не штырит, что нам делать. Но друзья просто совершенно отменны. И вот на этом уровне приходится балансировать. Сексуальность – это прежде всего вопрос, способность открываться. Если душевно ты не можешь открываться, в сексуальности ты пойдёшь исключительно в генитальный контакт. Но глубинного переживания соединённости моей души и твоей души ты пережить не сможешь. Сексуальность – это способность быть уязвимым, когда ты готов показать не только тело, но и душу. Вы знаете прекрасно, это замечательное выражение, что пускай твоё тело принадлежит тому, кому принадлежит, кто принимает твою душу, тебя глубинно, целостно. Понимаете, биологическая составляющая сексуальности – она такая очень простая, нехитрая в чём-то, природная. Она доступная всем. А вот способность открываться глубинно – это вещь, это такой дар, что ли, которому нас не учат. Если наши родители с нами не разговаривали, не видели нас как личность, если нас любили только за хорошие отметки, довериться вот этой глубинной безусловной любви, видению человека очень сложно. Но сексуальность уже к 14 годам, а потом к 15, а потом к 16 поднимается. И вот мы имеем сейчас такое удивительное время. Я-то ещё динозавр из советской эпохи, но сейчас уже секс не повод вообще для знакомства. Но, понимаете, важная вещь, о которой я говорю внутри консультирования, что секс – это не только соединённость телами. Люди, которые идут в сексуальную близость, соединяются на энергоинформационном уровне. Если их отношения долгосрочны, то это означает, что мы становимся… У нас мы интуитивно, если любим, схватываем желания друг друга. Мы каким-то образом предугадываем, если мы любим, мы проникаемся ценностями и даже увлечением другого человека. Один человек может любить футбол, другой – индийское кино. Но если мы душевно открыты, то тела естественным образом пульсируют. С большой вероятностью, конечно, какие-то нюансы могут быть, и здесь сексологи поправят меня, но с большой вероятностью тела всё делают правильно. Если я сфокусирован, смотрите, не только на себе, на своём чувстве удовольствия об тебя, но и на совместном переживании, то это происходит иначе. Если я в жизни эгоист, я беру об тебя чувство удовольствия, но мне не интересует, что происходит с тобой, каково тебе. Классический вопрос в партнёрских отношениях – как тебе со мной? Многие этого вопроса боятся. Смотрите, принятие и осознанность собственной сексуальности – вот очень важная тема. Я здесь очень поддержу, и не то что поддержу, а очень согласен, резонансен с Германом Карельским, который вначале говорил о том, что если человек сам недорастолбуирован, если сексуальность связана с виной, стыдом, если человек где-то религиозно, психологически, на уровне семьи, закрыт, закомплексован. Если мир у него дуален и делится на возвышенное духовное, что чаще всего религиозно-моральное, и грязно-сексуальное, если человек растождествлён, он не может пойти в секс как в священодействие, у него внутри существует раскол. И одна часть его идёт в сближение, потому что им движет желание, а другая в это время как будто расщеплена, она со стороны наблюдает и, может быть, или контролирует процесс, или чувствует вину. И вот для меня сексуальность – это прежде всего… Вот смотрите, Марс обозначил в моём выступлении, что любовь и отношения как духовная практика. Я здесь не хочу духовность превращать в какой-то поиск смысла или религиозный поиск. Духовность для меня – это целостность. Целостность является, я характеризую, как баланс противоположностей. Чем в большей степени человек целостней, тем он естественнее и целостней воспринимает сексуальную соединённость с другим человеком. Что означает целостность? Целостность – это единство противоположностей биологического и психического, мужского, то есть волевого, настроенного на результат, и женского, то есть нежного, чувствительного, уязвимого внутри меня. Родителя взрослого и ребёнка внутри меня. Если это слишком далеко от стоящей части внутри меня, то я расщеплён, я иду, как будто бы ребёнком, который шалит, но мой взрослый контролирует процесс, мой родитель контролирует процесс и так далее. То есть есть целостность моих ценностей и моих желаний, моя внутренняя честность, целостность биологического и этического, целостность тела, эмоций и сознания. Но осознавание ответственности за последствия, то есть вот я иду в близкие отношения, а вдруг в близкий сексуальный контакт, а вдруг человек влюбится и полюбит по-настоящему, а вдруг в другом возникнет та мера привязанности, по которой он или она будет страдать, болеть. А я для меня это просто сюжет, эпизод. И вот с ситуацией без ответственности, когда мужчина или женщина пошли в сексуальный контакт, ничего всерьёз не имея в виду, а другой человек, может быть, он был голоден по сексу, может быть, он голоден был по близости, может, он искал человека на всю жизнь. И потом ему приходится или страдать, или идти на терапию, вкладывая огромную тучу денег на то, чтобы допонять, как же так. Я же любил, а любил по-настоящему. Я же всё этому человеку предоставил. А он взял просто раз и пропал, и ушёл. Для меня сексуальность, это, мне кажется, и духовность, и целостность. Это целостность свободы внутри меня и любви внутри меня. Если эти вещи во мне интегрированы, я целостно готов к тому сексуальному контакту, последствия которых не будут ранить ни меня, ни другого человека. Вот, знаете, ещё одна из тем, которыми приходится касаться, это охлаждение влечения в партнёрских отношениях. Для некоторых это просто удивительно. Как же так? Вот столько всего было, а сейчас, ну, ровно души. Ну, если надо, то, пожалуйста. Но не влечёт. Как быть вместе, когда желание друг друга угасло? И в этом, в этой динамике, в этом процессе мне приходится сопровождать других людей. Мне в этом плане вспоминается замечательное стихотворение Рильки. «С чем сравнить одиночество?» Это дождь, что от моря растёт вечерами сплошь, от равнин, до которых не добредёшь. Поднимается к небу. Небо всегда рядом, с неба падает на города. Дождь часами идёт, когда все переулки по утрам начинают движение вспять, когда грустно и разочарованно руки, ничего не найдя, разжимают объятия. Когда ненавидят друг друга, двое в койку одну отправляются спать. «Одиночество льётся рекой не унять». И вот, смотрите, когда мы идём в близость, сближение, когда нам движет исключительно желание, когда осознанность и понимание вот этих удивительных процессов жизни ещё на очень таком слабом уровне, когда существует мифология, там про близнецовые пламена, про то, что люди встречаются раз и навсегда. Вот. Я не зрел, я не целостен. Готов ли я, идя в сближение близости, тут же отпустить другого человека, не присваивать его, не хватать его, не делать его несвободным от меня, с одной стороны, с другой стороны, озвучить договорённости? Достаточно ли во мне, ну, такой собранности, целостности для того, чтобы перед тем, как впервые войти в этот контакт, сказать, что этот контакт означает для меня, насколько для меня это серьёзно, или предупредить человека, или заключить завет верности, я иду с тобой в это, потому что я выбираю тебя, а не потому что я сиюминутно желаю тебя, я выбираю тебя целостно, я прекрасно знаю, что все эти теневые аспекты будут раскрываться в процессе нашего взаимодействия, я многого о тебе не знаю, и ты много о себе не знаешь, и, может быть, узнаешь очень многое в процессе взаимодействия, сложное, трудное будет открываться и во мне, и в тебе, но или мы вместе это проходим и переходим, и переносим, или при первой трудности, когда мои демоны выскочат из шкафа, или твои, мы просто бросаем друг друга, уходим, говорим, что мне это не подходит, и я на это не подписывался, поэтому мне приходится иметь дело, вот, да, выход из созависимых отношений от счастья, я сказал, сейчас одна из моих любимых тен, это выход после отношений с людьми с различными психическими расстройствами, в частности, нарциссическим расстройством личности, я посмотрел в интернете огромное количество сайтов, где женщины, меньшей степени мужчины, описывают этих замечательных персонажей под названием нарциссов, и пишут, какое сильное разрушение это приносит в жизнь людей, ведь, а нарциссы, это вообще-то одна двадцатая население планеты, люди с нарциссическим расстройством личности, я начал разбираться с этим, я понял, что мое консультирование на этапе расставания было неполным, пока я с этой темой знаком, не был настолько глубоко, как сейчас. Насколько я смогу опираться, вот ключевой вопрос зрелости, целостности, целостности равняется духовности, человек моей, насколько я смогу опираться на себя, если мой сексуальный партнер меня оставит, способен ли я устоять своей правде, если не сложится, ну, не обесценит ли этот факт, меня оставили, меня бросили одного с моей любовью, но объект моей любви уходит, не обесценит ли этот факт меня самого в моих собственных глазах, являюсь ли я прежде всего ценностью для себя, и вот кто-то здесь уже говорил о ценности любви к себе, если сам для себя я являюсь такой ценностью, я могу быть гармоничным в этих самых отношениях, я могу быть бесстрашным, я свободен от хватательного рефлекса, вот, я не хватаюсь за другого, как за объект моей ценности, а со мной согласились заниматься сексом, значит я что-то значу, а если меня отвергли, значит я уже просто старый биологически отработанный материал, я сейчас озвучу те подсознательные, болезненные самосознавания, с которыми приходится сталкиваться, когда дело идет, ну, когда человека приходится сопровождать на пути расставания, вот, насколько я готов перенести, и на что я буду опираться, перенести синдром отмены, который возникает, когда любимый человек оставляет меня одного, и мне приходится допроживать, выпивать чашу смерти, мы пили чашу любви вместе, а тут чашу смерти, то есть умирание отношений, мне приходится выпивать самому, и, конечно, понимаете, вот что такое вообще-то, вот кто-то тут начал поднимать тему, что такое любовь, но я еще этого коснусь, мне приходится работать над ошибками после отношений, в том числе и сексуальных, с людьми, и сейчас вот у меня было два, есть такая дилемма была, или перечислить вам то, что в процессе исследования я открыл в плане типа людей, с которыми психически разрушительно заниматься сексом, или вступать в сексуальную связь, или просто описать мои критерии любви, когда приходит ко мне человек и говорит, ну, вроде ж любили друг друга, а чё ж он ушел, каковы критерии любви? И, скорее всего, я перечислю эти критерии любви, потому что это не моральные догмы, это не сборник поэтических метафор, а это следствие моего глубокого исследования темы на основе консультирования людей, которые переживают расставание. Первый критерий для меня, это моё глубокое переживание того, что я любим другим человеком именно так, как нужно мне, и он или она свидетельствует, что он любим именно так, как ей нужно. Люди состраиваются, а не подстраиваются друг, друг под друга. Второе. Энергия внимания течёт к любимому человеку, думается, чувствуется, предвкушается встреча, общение желанно, магнит взаимен. Третье. Можно довериться полностью, быть собой таким, каким ты знаешь себя сам, то есть я взаимодействую без внутреннего цензора, вот это говорить, а вот это не говорить. Если внутренний цензор включён, скорее всего, это ещё не любовь, а вот это не скажу, чтобы не обидеть, вот здесь я обойду этот острый угол, вот здесь мне не хочется, но ей хочется, ладно, я сделаю, как она хочет, и так далее. То есть я знаю себя сам, я раскрываю и осознаю себя сам глубже и больше через эмоциональный, вербальный и телесный аспект нашего взаимодействия. Но четвёртое, видите, я перечисляю здесь не в порядке иерархии, но просто по пунктам, это желание касаться, когда моё желание, влечение, прикосновение, вот волнение от прикосновения, почтение к телу другому человеку, уважение и ответственность за это тело, такое же, как за своё собственное. Пятое, это когда нет ограничений табу на проявлении любви. Любое проявление приветствуется и желанно другим. Твоё желание — это и есть моё желание, а моё желание — это твоё желание. И эта синхроничность, она проявляется, возможно, раскрывается не сразу, потому что мы в разной степени зажатые изнутри, социально зажатые люди какими-то стереотипами, страхами, но в идеале, вот в этой точке встречи, не в идеале ни в коем случае, это именно так. Шестое. Мне с человеком интересно общаться. Помните прекрасный фильм, называется «Диалоги», когда два человека, профессора и молодая девушка едут в такси, в машине, у них так закручивается сексуальная страсть, что они прям уже текут. И они доезжают до номера или до квартиры и продолжают разговор. И вдруг в процессе разговора он понимает, что она вообще не в курсе, как устроен мир. Кто такой Достоевский или кто такой Держинский. И вот они это все разговаривают, разговаривают. И потом в какой-то момент у него уже ширинка расстегнута, уже брюки вот уже прям на спуск пошли. И вдруг он говорит, о чем с тобой, блин, о чем с тобой трахаться? Понимаете, если нет общности на вербальном, ценностном и уровне интересов, ну да, для сиюминутного удовлетворения это одно. Так вот у этих двух желающих людей, тот, который взрослее был, он остановился, он не пошел дальше. Потому что резонанса на ментальном, на культурном, ценностном уровне нет. У нецелостных, биологических людей, помните, у Марса в презентации было разделение на психическое, биологическое. Сексуального влечения достаточно, чтобы начать этим заниматься. Да, я тут еще про этого Папу Римского пресловутого скажу, которого Алексей цитировал. Да, Папа Римский так вот сказал, такое смелое утверждение, типа, ну, значит, секс, это божественное удовольствие. Во-первых, в этом утверждении нет ничего уникального. Ну, сказал, ну и сказал. Прямо прицепились, ну, русские тантрики так растиражировали это, что мне начали присылать, как будто я какой-то запретитель секса. Вот, смотри, и Папа Римский сказал. Я говорю, друзья, ничто не приносит, не дает столько естественного удовольствия, сколько секс людям. И ничто не приносит столько страданий, как именно секс. Я сейчас не беру те страдания, которые касаются, касаются, там, изнасилования или какого-то абьюза жуткого, сексуального. Я имею в виду те чувства и ту боль, которые переживает человек, которого отменили, которого обесценили, которого бросили. Ну, так называемый синдром отмены, он очень серьезный, если другой человек, любимый, отказывается от тебя и больше не допускает тебя ни до своей души, ни до своего тела. Это достаточно болезненная штука. Я думаю, что, ну, как бы, и в этом смысле внимательность в совместном движении, открытость на уровне эмоций, чувства, сознания другому человеку. То есть, когда наше сердечное, ну, как бы, наше сердечное, наше общее сердце будет настолько наполнено, что оно потечет и в нижние энергетические центры, и в верхние. Вот, когда мы через сердце двигаемся в соединенность, прежде всего, здесь строим мост, а не через гениталии, не через нашу естественную биологию, есть шанс, есть надежда, что, ну, мы будем сохранны в этом замечательном союзе. Итак, шестое, это когда с человеком интересно, и как показатель в современном мире забываешь о мобильнике, то есть, забываешь совсем, тебе интересно здесь, мобильник тебе, и что там тебе пишут, просто ты забыл, никто не важен, сейчас важно то, что вот мы переживаем вместе. Седьмое, это чувство взаимно, что это чувство взаимно, пьеса Ивана Вырыпаева, одна из моих любимых, «Невыносимо долгие объятия», он там говорит, и я это беру на вооружение настоящей любовь взаимно. Вот. Другой человек естественным образом говорит о чувствах ко мне в тех же описательных категориях, которые я чувствую к нему там или к ней. Восьмое, и это пять признаков любви, и у кого-то из авторов я это читал, и вот зрелая любовь это готовность совместно пройти жизненный путь. Знаете, когда-то очень давно одна хорошая знакомая преподаватель, она христианкой была и одновременно при этом врачом, акушером, гинекологом она давала нам, то есть, она преподала наглядные уроки, вот, ее приглашали в школу рассказать, почему не надо заниматься такими подростковыми сексуальными связями. в Советском Союзе еще как тогда об этом слушали. Вот она брала, сейчас уже не будут слушать, скажут, идите вы динозавры нафиг отсюда. Она брала ленту скотч, и она приклеивала эту ленту сначала к руке одного человека, потом другого, потом этот же кусочек третьего, потом четвертого, и когда ее спрашивали, а что это вы делаете, она говорит, я вообще-то вступила с вами в сексуальную связь. То есть, она говорила о том, что механизм привязанности с каждым последующим партнером работает слабее. Не знаю, может быть, сексологи оспорят это утверждение, вот, но в этом смысле я не только практик, но и немножко все-таки идеалист. Я за то, чтобы хоть какие-то ценностные идеалы в этом плане все-таки оставались, несмотря на то, что мы так хорошо раскусили механизм сексуальности, мы всю эту рефлексологию разобрали по полочкам, но я продолжаю утверждать, что сексуальность это про отношения, прежде всего, про отношения двух людей, про ответственность за связь, про то, что мы не только рефлексология, друзья, мы еще и души вот такие, которые чувствительные, ранимые. Ну и в завершении я смотрю внимательно за таймингом одно из таких вот, ну, ключевых афоризмов и горьких в чем-то, а в чем-то и обнадеживающих, которым я это выступление хочу завершить, если кому-то интересно, типы людей, с которыми нельзя заниматься сексом, я вышлю. Не нельзя, психически разрушительно. Критерии любви, которые изложены в моей книжке о том, как пережить расставание, я вышлю. Но все-таки этим афоризмом мне хотелось бы закончить, завершить. Никогда не говори люблю человеку, если ты не готов нести ответственность за эти слова. Может быть, для него это последняя надежда. Если он разуверится в этом, может быть, его внутренний, глубинный, психический, душевный, какой угодно механизм больше не раскроется. На секс, да, а вот на люблю, нет. Я видел людей, которые потеряли веру в любовь, потому что когда-то их оставили, бросили, сделали больно. Любовь, безусловно, проявляется телесно. Это телесность, это древности говорили, что это печать любви. Любовное письмо, а сексуальная близость это печать. Поэтому давайте ставить печати только после того, как здесь письмо-то прописано, а не на чистый лист. То есть, чтобы не ранить, чтобы беречь друг друга, и чтобы у сексологов и психотерапевтов было поменьше работы, честное слово, друзья. Марс, я завершил. Спасибо огромное, Евгений, за твой исцеляющий доклад, за твой трансовый голос этот глубокий, приятный. Слушаю тебя на удовольствие. Спасибо тебе за то, что нашел время, пришел в нашу конференцию. Я надеюсь, и в будущем будешь нашим постоянным докладчиком с Питером. Спасибо за приглашение. Пишут, что благодаря сердечественной и голос прекрасный. Да, соглашусь. Спасибо, Евгений. Если кому-то нужны будут ссылки, они также будут на сайте конференции, есть ссылки на странички, имения, да, идет куб, и переподготовки психологической, также, насколько я знаю, были. Да, у меня начинается 2 марта курс интегральное душепопрепещение, 9 месяцев, этот курс имеет государственную лицензию, то есть в конце я выдаю диплом психолога, практика, и у нас 14 февраля начинаются 10 восстанавливающих дней после отношений с нарциссом, вот, и семинар 26-27 февраля под названием «Жизнь после отношений с нарциссом». Эта тема сейчас для меня ключевая, поэтому, если кому-то нужно или знание, или опыт, или консультирование, сейчас это то, что мне наиболее интересно, и то, в чем я максимально специалист. Отношу себя к пяти лучшим нарциссологам Российской Федерации. Ну, это юмор, конечно. Спасибо, я завершил. Спасибо, Евгений. Благодарю. Друзья, а я вам представлю нашего субтитра.